Всем привет дорогие друзья из солнечной Алании! Мы находимся с вами в районе Дамлаташ на пляже Клеопатры и в этом видео я хочу вам рассказать об одном из отелей, которые находятся непосредственно на Дамлаташ. Многие из вас просят меня сделать обзоры отелей в Алании и спрашивают по поводу разных отелей. И поскольку мы живем в Алании, мы не останавливаемся в отелях. И я всегда вам советую смотреть отзывы туристов, которые отдыхают в том отеле, в который вы хотите поехать или отдыхали. Отзывы туристов расскажут вам всю самую правдивую информацию об этом отеле, плюсы или минусы. Но мы решили выполнить вашу просьбу и постепенно на моем канале будут выходить видео из различных отелей Алании. От очень простых до супер люксовых пятизвездочных отелей. Отдыхать в Турции можно разными способами. Вы можете приехать по туру, в отель все включено, где у вас будет полностью полный пансион ultra all inclusive. Или вы можете выбрать апарт-отель, которые также предлагают такие опции, как комната с завтраком, комната с обедом, с ужином или просто комната. И, например, в районе Дамлаташ в Алании на пляже Клеопата таких отелей очень много. И сегодня я покажу вам один из таких отелей. Покажу вам комнату, как выглядит апарт-отель и, самое главное, какие опции апарт-отели предлагают. Что же такое апарт-отель и чем он отличается от квартиры? Как я уже сказала, можно выбрать опцию отдыха в отеле, все включено, или в отеле, где вам предлагают просто комнату с душем, с туалетом, в общем, обычную комнату, с ванной комнатой. Апарт-отель это такая мини-квартира, где есть гостиная с кухней, спальня, ну и, конечно же, ванная комната. В апарт-отеле никаких отличий нет от обычного отеля, только вы можете выбирать опции той еды, которую вы хотите, чтобы у вас была включена. Ну и, конечно же, в апарт-отеле все входит в стоимость электричества, вода, уборка и интернет. Но имейте ввиду, что некоторые апарт-отели берут плату отдельно, например, за электричество и за кондиционер. Обращайте внимание, когда вы будете бронировать такие апарт-отели. Ну а в нашем апарт-отеле, в котором мы сегодня остановились, которого мы вам покажем, 300 лир ночь. И в этом отеле все включено, как я уже сказала, электричество, вода и интернет. Один из лучших пляжей Алани – это, конечно же, пляж Клеопатры и непосредственно пляж около горы, пляж Дамлатаж. На этом пляже достаточно мелкий песок. Здесь есть лежаки, здесь есть зонтики, все можно взять в аренду. Ну и, конечно же, здесь потрясающее море и очень удобный вход в море. На пляже Дамлатаж всегда многолюдно, потому что этот пляж прекрасен и для того, чтобы любоваться закатом, ну и, конечно же, для того, чтобы здесь купаться. Здесь очень плавный вход в море и всегда кристально чистая, идеальная вода. Смотрите мое предыдущее видео с Дамлатажа. В нем я полностью показывала этот район, парк, пляж и все, что здесь находится. На самом деле Дамлатаж – это один из лучших районов Алани, потому что здесь здесь прекрасный пляж, хороший вход в море и очень много парков, зеленых парков для отдыха, для пикников, ну и, конечно же, различных детских площадок. Здесь много кафе, ресторанов, отелей, обычных отелей, апарт-отелей. В общем, в районе Дамлатаж есть все самое необходимое для хорошего отдыха. И мы остановились на два дня в Агора Апарт-отеле, который находится прямо напротив пляжа. И, конечно же, для того, чтобы посмотреть, как организованы апарт-отели в Алании и показать вам именно апарт-отель. Потому что я считаю, что апарт-отель – это самый лучший и самый оптимальный вариант отдыха в Алании. Вы останавливаетесь в небольшой квартире, где достаточно много места, но вам не приходится платить деньги за электричество, воду и за то, что вы используете в момент вашего пребывания в отеле. Поэтому имейте в виду, апарт-отели – это самый оптимальный вариант отдыха, где бы то ни было. Недалеко от этого пляжа и располагается наш отель прямо напротив канатной дороги. Как я вам уже говорила, здесь очень много зеленых территорий. Здесь много спортивных площадок. Обязательно смотрите мое предыдущее видео об этом районе. Апарт-отель Агора расположен прямо напротив канатной дороги и на вот этой вот красивой улице, которая называется Мохаппетсокак. Про эту улицу я вам обещала рассказать, потому что это одна из самых интересных улиц Аланьи. Именно улица на Дамлаташи, и сейчас Айхан расскажет нам об этой улице. Апарт-отель 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 Апарт-тель 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 Апарт-т Вот так что мы будем поздравлять софтами, с детьми, и все очень хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok и в отеле агора комнаты выглядят вот таким вот образом на самом деле это самый самый стандартный вариант apart отеля как я вам уже сказала здесь гостиная и спальная комната здесь достаточно много места здесь большая ванная комната душ туалет конечно же это апарт отель поэтому здесь нет туалетных принадлежностей это как квартира есть гостиная самое главное небольшая кухня со всеми необходимыми принадлежностями плитка кастрюльки есть конечно же чайник утюг и в гостиной расположен диван и спальне есть всегда шкаф и конечно же две кровати здесь может находиться три человека данный номер в день стоит 300 лир несмотря на то сколько человек здесь будет находиться до трех человек в апарт отелях достаточно большие балконы и обычно апарт отеля на клеопатрии расположены вот таких вот домах которые были построены ну порядка 10-15 лет назад и здесь айхан смотрит на улицу и здесь видно видно надпись как раз я люблю аланью вот так вот выглядит друзья апарт отели на дам латаши и большинство апарт отеля здесь именно вот такого вот плана очень большие балконы на балконах есть стулья столик и как вы видите здесь в этом отеле есть также небольшой бассейн внизу расположен ресторан и если вы хотите отдыхать экономично вот это один из самых экономичных вариантов которые можно выбрать для отдыха в алане достаточно места есть все необходимое и самое главное в порядке. Рисой планов. Рисой дверь здесь, в порядке. Рисой на роде, уходит и прохождение. Рисой, горягий. производство в этом случае У нас в бутылке. И у нас в бутылке. И у нас есть небольшие бутылки. У нас есть небольшие бутылки. Вы можете взять на деньгах и тесто. Все работают в порядке. Попыт. Попыт. Вы можете приспособить свои алисы. Вы можете провести свои единицы. Вы можете не помочь. Плач 30 метров. Вы можете поспешить. Друзья, в Аланье наступило утро, город оживает, сейчас 9 часов утра и уже очень-очень жарко. Вот это вот апарт-отель, который мы показываем вам в этом видео, это апарт-отель эконом-классы. Как я уже сказала, апартаменты здесь стоят 300 лир ночь, от одного до трех человек можно заселяться в эти апартаменты. Но, конечно же, существуют апарт-отели и люкс-классы. Например, в Аланье такой апарт-отель будет стоить около 300-300 евро в день. В апартаментах, конечно же, есть и стиральные машины, и более большие холодильники, и фены, и так далее, и так далее. Красивый дизайн, красивая обстановка, более удобные кровати и матрасы. В общем, выбор за вами. Я просто хотела вам показать, что такое апарт-отель, и, как я уже сказала, я считаю, что это самый удобный способ отдыха где бы то ни было. Полуквартира, полуотель. В общем, отель с условиями отдыха в квартире. Поэтому выбирайте, смотрите, думайте, как можно забронировать апарт-отели. Они абсолютно все есть на сайтах бронирования отелей, на том же букинге, или по ссылке в описании к моему видео. Пляж Креопатры с той стороны. На пляж мы сходим с вами чуть позже, а сейчас идем завтракать. В апарт-отелях нет привычного, в вашем понимании, стола все включено, и так называемой системой все включено. Здесь бывает шведский стол, либо, поскольку в апартаментах есть своя кухня, своя плитка, холодильник, и вы можете готовить себе завтраки, обеды и ужины самостоятельно, обычно при вот таких вот маленьких апарт-отелях есть ресторан, где вы можете заказать по меню блюда, которые вам нравятся. Конечно же, здесь есть и завтрак, и обед, и ужин, вы просто заказываете и готовят лично вам. Если говорить об этом отеле, то в этом отеле живут спортсмены, поэтому профессиональный повар здесь готовит очень хорошее, качественное, вкусное блюдо из свежих продуктов. Мы как раз вчера ужинали, и, что самое главное, традиционные турецкие блюда. Поэтому в апарт-отеле еще один плюс, вы можете выбирать, что вам есть, когда есть, особенно удобно, ну, не только для семьи с детьми, а вообще для всех. Поэтому, друзья, когда вы приезжаете в Аланию или вообще где-то путешествуете, рассматривайте именно апарт-отели. Я, например, люблю их больше всего, но и, конечно же, мы с вами, как я уже сказала, начинаем марафон посещения отелей. И в следующем видео вы увидите пятизвездочный отель в Манавгате. А в следующем, в следующем, в следующем видео мы с вами посетим термальную виллу в Афьоне. Поэтому, как я всегда и говорю, в Турции огромный выбор отелей, развлечений, достопримечательностей, магазинов, курортов. В общем, всего-всего-всего, что каждый найдет для себя интересным и полезным. И на этой улице мы с вами уже были вчера. Здесь у нас расположена канатная дорога. И за канатной дорогой находится уже пляж Клеопатр. Давайте сейчас туда пройдем и посмотрим, сколько же народу сейчас именно на пляже Клеопатре в 10 часов утра. Вот такая вот красивая аллея ведет на пляж. С этой стороны спортивные площадки, большое количество детских площадок и спортивных. А на пляже уже жизнь кипит. Мы с вами вчера здесь были вечером. Давайте посмотрим, что происходит на пляже с утра. Здесь ведутся работы по строительству, точнее обустройству ресторана. Ну и, конечно же, на пляже, как я уже говорила, есть душевые кабинки, есть комнаты, кабинки для переодевания и шезлонги, зонтики и вот такие вот небольшие бунгало. Посмотрите, какая красота! Море тоже сегодня необычно интересного цвета. Совершенно с разными оттенками. И волны сегодня не такие большие, как были пару дней назад. Продолжение следует... Друзья, я надеюсь, что вы увидите. Если вам понравилось это видео и что оно было полезным, обязательно заходите по ссылкам в описании к моему видео. Там есть сайты на бронирование отелей, билетов и туров со скидками. И, конечно же, не забывайте, что мой телефон в WhatsApp есть тоже в описании. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите. Мы с вами посетили отель эконом-класса. Дальше в следующем видео отправляемся в Манавгат. Я желаю вам всего хорошего. Приезжайте в Турцию по первой же возможности. Ну и, конечно же, будьте здоровы. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальчики вверх и комментировать. А на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.